Здравствуйте! В эфире программа «За здоровье». Мы обсуждаем темы, которые касаются самого ценного – нашего здоровья и хорошего самочувствия. Вот что вас ждёт в сегодняшнем выпуске. В посёлке Курган нам построили новый ФАП. В Новоалександровском округе модернизировали несколько медучреждений. Ставропольские хирурги-ортопеды освоили новую технологию лечения суставов. На Ставрополе около 300 человек уже прошли краткосрочные курсы первой помощи. Сегодня в программе обсудим основную тему – вегетососудистая дистония. Что же такое ВСД? Есть ли в принципе такой диагноз? Что происходит с нашими системами? Почему они начинают сбоить? Какие симптомы и причины у ВСД? А также в селе Курсавка Андроповского округа закончился капремонт поликлиники. Увидим, и в Солнечнодольске капитально ремонтируют участковую больницу также в нашем сюжете. Всё это немного позже, а пока мы начинаем с традиционных новостей медицинской отрасли региона. В посёлке Курган нам построили новый ФАП. Медучреждение появилось по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. В посёлке проживает всего 182 человека. Прежде людям за первичной медпомощью приходилось ездить в соседнее село Горнозаводское. И только благодаря новой программе удалось эту проблему решить. ФАП возвели по типовому проекту. Его площадь составляет около 70 квадратных метров. Все используемые при строительстве и отделке материалы долговечны и соответствуют современным санитарным нормам. Позаботились строители и о прилегающей территории. Сейчас в ФАП завозят новое оборудование и мебель. По мере необходимости сюда будут приезжать узкие специалисты из Новопавловска. В Новоалександровском округе модернизировали несколько медучреждений. Тимешбекская участковая больница полностью преобразилась. В медучреждении провели капремонт и обновили оборудование. Полностью обновили и участковую больницу в селе Раздольное. В 1964 года постройки в больнице обновили крышу и фасад, а также заменили окна. В порядок привели и внутренние помещения. Сейчас она не уступает лучшим медучреждениям края. Теперь она полностью готова принимать пациентов. Причем за счет средств программы приводят в порядок не только сами здания, но и прилегающую территорию. Обустраивают пешеходные дорожки и парковки. Устанавливают лавочки и урны. Проводят озеленение. Кроме того, в хуторе Родионов построили новый фельдшерский пункт и закупили 4 автомобиля для обслуживания пациентов на дому. Ставропольские хирурги-ортопеды освоили новую технологию лечения суставов. Специалисты городской клинической больницы номер 2 Ставрополя впервые в регионе провели операцию по специальному эндопротезированию коленного сустава. Это частичная замена суставных поверхностей, поврежденных в результате заболевания или травмы. Это более щадящий вариант хирургического лечения в сравнении с полной заменой сустава. Пациент находится в сознании во время операции и быстрее восстанавливается после вмешательства. Врачи надеются, что теперь смогут ежегодно выполнять до 20 подобных вмешательств. На Ставрополье около 300 человек уже прошли короткосрочные курсы первой медпомощи. Всех желающих медики бесплатно обучают основам общего ухода за пациентами и оказанию первой помощи пострадавшему в чрезвычайных ситуациях и ДТП. Полученные знания пригодятся также волонтерам, которые готовы помогать врачам в оказании медпомощи военнослужащим в госпиталях и людям, которые ухаживают за тяжелобольными. По прохождении краткосрочных курсов все слушатели получают удостоверение. Принимают на обучение совершеннолетних. Для этого необходимо написать заявление в обучающую организацию. Также потребуются копии паспорта, СНИЛС и документы об образовании. Курсы оказались настолько популярными, что было принято решение организовать их помимо краевой столицы и в Буденновске и Пятигорске. Сегодня в программе мы обсуждаем вегетососудистую дистонию. Что же такое ВСД? Есть ли такой диагноз в принципе? Что происходит с нашими системами? Почему они начинают вдруг сбоить? Какие симптомы и причины у ВСД? Наш гость сегодня Сергей Крохмаль. Крохмаль Сергей Вячеславович. Врач-невролог отделения оказания специализированной медицинской помощи городской клинической поликлиники номер 6 города Ставрополя. Сергей Вячеславович, рада приветствовать нашей студии. Добрый день. Тема такая очень непростая, но интересная, актуальная. Начинаем с того, что же такое ВСД. Давайте объясним нашим зрителям. Ну, безусловно, в современном мире эта тема актуальна. Это функциональное расстройство вегетативной нервной системы, которое имеет ряд симптомов, неотночасься к конкретному заболеванию. То есть, современная медицина называет это таким образом. То есть, состояние между здоровьем и заболеванием. Это актуальный диагноз в детском возрасте, безусловно. Вегетативная нервная система – это часть центральной нервной системы, ну, скажем так, общей нервной системы организма. Она отвечает за контроль и регуляцию функций внутренних органов. Ну, собственно, есть ли такой диагноз в принципе? Вот такой у меня вопрос есть к вам. Потому что, ну, не знаю, в сети интернет, ну и вообще медицинское сообщество, к сожалению, здесь раскололось в этом вопросе. На два лагеря кто-то говорит о том, что, ну, ребята, это как бы МКБ, да? И это принят, это реальный диагноз. А кто-то из медиков, наоборот, говорит о том, что, ну, не существует такого диагноза вегетососудистая дистония или дисфункция. И что нужно копать дальше, смотреть, что происходит с той или иной системой отдельно. Вот в каком вы лагере и с чем вы согласитесь здесь? Я скажу так. Споры идут давно. С того момента, когда была пересмотрена международная классификация болезни десятого поколения. То есть это уже более 30 лет, соответственно. В России и в странах СНГ этот диагноз очень распространен. Обычно этот диагноз вытекает еще из детского возраста в подростковый. Я не могу сказать, что я противник этого диагноза. Диагноз действительно интересный и диагностический поиск этого диагноза очень интересный. Кто выставляет обычно этот диагноз? Это могут быть неврологи, психиатры, терапевты, либо же педиатры в раннем возрасте. Ну, вот у нас есть вопрос от нашего слушателя. Он, к сожалению, не смог дозвониться, сорвался звонок. Но, тем не менее, почему у человека панические атаки? Ему ставят диагноз вегетососудистая дистония. Почему происходит так? И к какому специалисту ему нужно обратиться, собственно, за помощью? Скажем так, это диагноз исключения. То есть когда исключается любая другая соматическая патология, это кардиологическая, дыхательная, пищеварительная, тогда выставляется диагноз вегетососудистая дистония неврологом. Также здесь немаловажно будет участие психиатра, который будет там работать с этими паническими атаками, возможно. А, возможно, это всё будет на уровне невролога. Ну, то есть получается, что тут нужно обратиться человеку и к неврологу, и к психиатру? В первую очередь человек должен обратиться к тому человеку, что его беспокоит. Вот, допустим, беспокоит его боли в области сердца, он может обратиться к участковому терапевту либо к кардиологу, уже проходить обследование, соответственно, и дальше из обследования уже будет какой-то порядок, дальнейшее его направление будет ясен. И опять-таки, если ничего не нашли, то получается это психосоматическое? Да, безусловно. И тогда это уже как бы психиатр и невролог? Вот наиболее частыми причинами заболеваний вообще будет психосоматика либо невротические расстройства. Ну, то есть на фоне стресса такое, к примеру, может возникнуть? Психические, да, либо невротические расстройства. Это самая частая причина возникновения, скажем так. Ну вот, что происходит с нашей системой? Почему такие сбои? Ну, как бы их немало. Мы об этом немного позже поговорим. Викетативная нервная система подразделяется на две структуры. Парасимпатику и симпатику. Эти две структуры работают как антагонисты. Давайте начнем с симпатической нервной системы. Давайте. Основным возбуждающим фактором является гормон адреналин. То есть если происходит возбуждение симпатической нервной системы, происходит увеличение числа сердечных сокращений, увеличение артериального давления. Также могут расширяться сосуды головного мозга, сердце. Бронхи могут расширяться. Зрачки, самое частое, когда мы видим это на примере пациентов. То есть это такая своеобразная защита организма в стрессовой ситуации. А парасимпатика, она активируется ацетилхолином, то есть антагонистом адреналину. Соответственно, происходит все наоборот. То есть уменьшается число сердечных сокращений, уменьшается артериальное давление, сужаются бронхи, сужаются сосуды, сужаются зрачки. То есть почему так происходит? Это может зависеть от того, какая система активируется самопроизвольно. Симпатика или парасимпатика. Тогда возникают такие состояния. То есть, собственно, это такой, получается, организм борется сам с собой. Сам с собой. Вы никогда не сможете управлять самостоятельно всеми этими, скажем так, проявлениями. Проявлениями, да. Ну, получается, что сам ты с ВСД не справишься. Здесь нужна помощь специалиста. То есть не стоит ждать, пока это все само собой пройдет. Ну, скажем так, это не всегда бывает так. Может быть, на ранних стадиях каких-то и возможно проведения, не лекарственных. Ну, чуть позже расскажу вам. Конечно. Ну, вот если говорить об основных причинах ВСД, что чаще всего могут выделить медики? Чаще всего, как мы уже с вами говорили, это невротические расстройства, психические расстройства. Также можно выделить гормональные изменения в пубертатном периоде, когда у подростков часто видны на лицо признаки вегетососудистой дистании. Ага. А в чем это проявляется? Мы с вами только что говорили о зрачках. А, вот таким образом. А поведение? Поведенческие реакции изменяются. Это, естественно. Вот смотрите. Изменение гормонального фона. Это может наступать в период менструального цикла, в период наступления беременности, даже в период климакса. Ну, то есть гормоны нами управляют и руководят. Как выправлять здесь ситуацию? Ну, нужно, получается, в связке с, я не знаю, психотерапевт плюс эндокринолог, к примеру. Возможно. Ну, если необходимо какая-то... Есть психотерапевт, скажем так. Это вот сейчас очень популярное направление. Я так замечаю, что психотерапевтов очень много появляется. В том числе они обращаются, например, к неврологу. Ну, как бы эндокринолог здесь нужен, как я понимаю, если... Для исключения заболевания. Для исключения заболевания, либо если необходима, допустим, гормонально-заместительная терапия или... Случаи разные. Каждый пациент, он всегда индивидуален. Всё зависит от того, насколько доктор компетентен в своей специальности. Ну, нельзя исключать его, скажем так, как его понимание болезни, его знание своей специальности. Ну да, безусловно. А можно ли связывать ВСД с генетикой? Ну, если, допустим, у тебя кто-то в семье болел вегетососудистой дисфункцией, то тогда и у тебя... Давайте скажем так, не с генетикой, а с наследственными. Наследственные конституционные факторы, безусловно, есть. Если у матери была вегетососудистая дистония, она там курила, была раздражена, то и у её ребёнка, безусловно, это может проявиться. То есть это диагноз, который может выставиться с раннего возраста. Подростковый возраст. Ну да, особенно это может проявиться в подростковом возрасте. И тогда, ну как бы, в таком случае нужно постоянно быть под наблюдением специалистов. Безусловно. Это не один специалист, это множество. Спасибо за это уточнение. Мы ещё продолжим, безусловно, говорить по нашей основной теме. А пока давайте отвлечёмся, посмотрим материал. В селе Курсавка Андроповского округа закончился капитальный ремонт поликлиники, проводившийся в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Обновлённое медучреждение посетил губернатора региона Владимир Владимиров, поручивший обновить мебель в поликлинике. Пеленальный столик, очень удобный, с матрасом. Новые у нас напольные весы. Для деток у нас постарше уже. Участковый педиатр Гульсина Малафеева с гордостью показывает свой отремонтированный кабинет. Светлый, тёплый, просторный. Девушка приехала с севера по программе «Земский доктор» два года назад. Признаётся, ни разу не пожалела. Прогресс идёт. Всё к тому же. То есть компьютеризация, доступность медицины, телемедицина здесь у нас работает. Это всё, так скажем, во благо народу. Прогресс хороший. И я думаю, что мы уже ничем не будем отличаться от больших городов. Ремонт в поликлинике начался в 2021 году в рамках краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения. Закончился в декабре 2022 года. В здании сделали и перепланировку. А ещё благодаря ремонту в поликлинике появился отдельный кабинет неотложной помощи для детей, у которых подозрения на вирусные заболевания. Что важно, вход в кабинет есть с улицы, а значит, можно разграничить потоки между больными и здоровыми малышами. Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену. Вслед за ремонтом решили и кадровый вопрос. У нас появились новые доктора, которые пришли у нас и по целевому, и по земскому доктору, что очень сильно радует. Обеспечение у нас кадрами, слава богу, полное. А в 20 метрах стационар районной больницы. Разница в отделениях колоссальная. К ремонту и переоборудованию здесь только готовятся. Да, дальше второй этаж у нас театрическое отделение, на третьем этаже хирургия, реанимация и переход. Работы по ремонту медучреждений в Андроповском округе и по всему Ставрополью продолжатся. Нам нужно дальше продолжать совершенствовать программу модернизации и заходить, я бы, наверное, сказал, еще глубже в систему здравоохранения Ставропольского края, чтобы все вот эти, ну, скажем, еще те объекты, которые прямо требуют и кричат о капитальном ремонте, дальше продолжать их ремонтировать. Поэтому здесь, ну, дальше продолжим работать и с федерацией отрабатывать, и сами планировать собственные действия для того, чтобы нам, не знаю, нужно усиливаться. В селе Дубовая Балка глава региона осмотрел фельдшерско-акушерский пункт. Построили ФАП в прошлом году, принимать пациентов начнут в феврале. Перемен ждет и стадион. Трибуны провалились, покрытие беговой дорожки, точнее то, что осталось, опасно для атлетов. Мы пробовали, мы и сюда и землю подвозили, мы и дисковали, и траву подсеивали. Работы по реконструкции стадиона могут начаться уже в 2024 году. Вместе с жителями округа ждут перемен Кира Мартынова и Александр Колодко. Ставропольское телевидение. Вегетососудистую дисфункцию обсуждаем сегодня в студии программы «За здоровье» на своем ТВ. Мы продолжаем беседу. Сергей Вячеславович, ну давайте остановимся на симптомах ВСД. Я читала о том, что в литературе встречается около 40 симптомов этого заболевания. Ну какое это внушительное число на самом деле. Безусловно, но количество больше 40. Как правило, у какого-то пациента не встречается все 40. Скажем так, встречаются 4-5 максимум симптомов. Все симптомы, они не патагмоничны для какого-то определенного заболевания. Ну, допустим, неприятные боли в грудной области, сопровождающиеся, допустим, чувством нехваткой воздуха. Или, допустим, неприятным вздохом. Также это могут быть сексуальные расстройства. Могут проявляться в виде повышения артериального давления, понижения артериального давления. Также могут проявляться повышенным потоотделением на ладонях и стопах. Что еще из такого, что чаще встречается. Какие-то пациенты могут быть раздраженные, тревожные. Могут присутствовать элементы нарушения сна пациента. Это все тоже можно отнести к вегетативной дисфункции. То есть бессонница не всегда лечится просто мелатонином. Иногда это тоже связь с вегетативной нервной системой. Получается так. То есть при бессоннице, опять-таки, и к неврологу, и если не помогает, то тогда к психиатру обращаться. Но у нас есть такая еще специальность, как со мной. Да, безусловно. Ну вот, если говорить о том, что, опять-таки, про серьезные заболевания, очень часто, ну, ваши коллеги, в том числе и здесь, в студии, говорят о том, что человек проходит все круги. Ну, от врача к врачу, от врача к врачу, потому что и сердце болит, и голова болит, и бессонница, и ногу тянет. Ну, вот массово, как снежный ком. И он просто обивает кабинеты врачей, думая о том, что он серьезно болен, или о том, что там просто организм дал сбой по непонятным причинам. И вот в какой, когда нужно остановиться, и в какой момент понять, что это тебе нужно уж точно обращаться либо к неврологу, либо к психиатру? Прежде всего, необходимо исключить любую соматическую патологию. Как мы уже с вами сказали, это диагноз исключения. Необходимо выполнить дополнительные методы обследования, будь то ЭКГ, ЭГ, общие анализы крови. Также необходимо исключить органическое заболевание центральной нервной системы. Можно также провести дополнительные методы исследования, такие как дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, компьютерную, либо магнитно-резонансную томографию провести. Помимо негативных критериев, заболевание должно предполагать позитивный критерий. То есть это вегетативная дисфункция и стрессовая ситуация, или же психические расстройства у пациента. Несоответствие жалоб пациентов с протеканием какой-то нозологии, соматического заболевания определённой. Да, такое бывает, поэтому вегетососудистая диастония выставляется, как правило, в последний момент, когда уже исключены все другие заболевания, в том числе и дополнительными методами обследования. А как часто бывают связаны, ну скажем, нервы с работой сердечно-сосудистой системы, со сбоями в ней, которые не связаны с психосоматикой, а это реальные какие-то отклонения? Вы имеете в виду реальные эти отклонения в качестве чего? В качестве жалоб? Конечно, жалоб, и потом подтверждённых диагнозов у кардиолога или у невролога, связанных с сосудистой системой. Смотрите, то, что говорит пациент, это всегда субъективное его мнение, которое выражается человеком без медицинского образования или окружающими его людьми. Как правило, доктор смотрит анамнез, доктор смотрит объективный осмотр пациента. Поэтому всегда нужно обращать на то, что бидит доктор. Вот вы сказали о том, что стресс и плюс ещё и бонусом ВСД, вегетососудистая дистония. Как это может проявиться и когда нужно уже бить в колокол и обращаться к врачу? Я думаю, что не стоит с этим откладывать. Само лечение никогда ни к чему хорошему не приводит. Самое лучшее лечение – это профилактика. Если вы не знаете, что сделать, обратитесь к специалисту. Для начала хотя бы к своему участковому терапевту на базе поликлиники, к которой вы относитесь. Как часто сейчас ставят диагноз вегетососудистая дисфункция? Можно сказать так. В детском возрасте это от 20 до 30% детей, которые имеют какие-то нарушения психосоматические, невротические. Если мы берём подростковый возраст, в подростковом возрасте до 30% максимум. А то, что уже возрастных пациентов, скажем так, это уже всё и будет идти с детства. Ну вот, кстати, удивительно, когда у детей нет какой-то органики, каких-то органических нарушений. И здесь психосоматика. Ну понятно, у взрослого человека с чем она может быть связана? Количество стрессов, пережитое, возраст, ну какие-то заболевания. У нас сейчас на протяжении, скажем так, лет пяти идёт очень большой информационный поток, который может приводить к стрессовому состоянию. И в том числе и на детях это сказывается, на подростках. Безусловно, может сказываться и на них. Спасибо. Мы ещё вернёмся к нашей основной теме. А сейчас давайте посмотрим материал, сюжет по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. В Солнечнодольске начат ремонт участковой больницы. Звуки ремонта в участковой больнице Солнечнодольска слышны с декабря. Рабочие сняли старую стяжку, завершают демонтаж стен. Преображают медучреждения благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Общая площадь данного объекта 4173 квадратных метра. Сроки исполнения работы у нас до 2024 года, но мы планируем закончить раньше. Второй, четвёртый этаж мы уже начали прокладку электричества, также сантехнических коммуникаций уже проложены. Ну, как бы всё в работе, всё хорошо. А это всё, что осталось от детского отделения. Яркие стены, цветочки, персонажи из мультиков. Всё, чтобы мальчишкам и девчонкам не было скучно и страшно. Конечно, жаль прощаться с этим творчеством, но обещают сделать ещё лучше. До ремонта в больнице было развернуто больше сотни коек. Функционировали педиатрическое, терапевтическое, хирургическое отделение, а также гинекология и палеотивная медицина. Мы хотим не только сделать ремонт в тех отделениях, которые были, которые, как бы, мы надеемся, что вернутся к нам, но и отделение, которое у нас на четвёртом этаже, полностью перевести на второй этаж. Это отделение оказания палеотивной медицинской помощи. На время ремонта пациентов перевели в другие медучреждения из Обильненского округа. Тех, кому не нужно круглосуточное наблюдение, направили в поликлинику. А это раньше было отделение патологии беременности. В каждой из палат лежали женщины на разных сроках беременности. И это показано рисунками на стенах. Здесь первые месяцы цветочки только пробиваются. А в этой палате второй триместр цветник разрастается. На последних сроках можно увидеть вот такие картины. Здесь уже целое дерево жизни. Увидеть в больнице галерею находка. Поэтому уже с новым ремонтом творческий полёт администрации специалистов Солнечнодольской больницы продолжится. Обновлённые стены будут украшать работы ставропольских художников. На это надеются Кристина Бородюк и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Вегетососудистую дисфункцию обсуждаем сегодня в нашей программе «За здоровье» на своём ТВ. Мы продолжаем беседу в студии. Итак, ну вот что же делать пациентам, которым поставили диагноз ВСД, к какому обращаться специалистам? Во-первых, нужно понять, какой специалист вам выставил этот диагноз. Будь это невролог, терапевт, психиатр. Дальше нужно обязательно динамическое наблюдение пациента. Оно необходимо. Поскольку выставленный диагноз, возможно, может привести, допустим, к какому-то развитию другого соматического заболевания. Будь это кардиологическое, отдыхательное, либо пищеварительное заболевание. Ну вот, если рассуждать на тему, что же такое вообще психосоматические расстройства, откуда они берутся, где корень зла, так сказать? Ну, наверное, следует сказать так. Мир огромен. Мир всегда воздействует на человека. Будь это какие-то переживания, тревоги, переработки на работе. Безусловно, это тоже может повлиять. Может повлиять на, ну, как бы, самые частые психосоматические расстройства, которые вы и ваши коллеги встречаете в практике. Но я не знаю, у женщин больше, чем у мужчин, что говорит статистика? Сложно сказать, у женщин или мужчин, что говорит статистика. Статистика всегда относительна. Поэтому, может быть, в своей практике в большинстве своем я встречаю это у женщин. И опять-таки, умственный или физический труд? Выполняют мужчины или женщины? Нет, страдают больше всего психосоматикой люди умственного или физического труда. А, наверное, все-таки умственного. А с чем это связано? Стресс плюс умственная нагрузка? Да, может быть. Ну вот, многие люди, к сожалению, связывают такое плохое самочувствие с метеочувствительностью, перепадой давления, плохая погода. И не обращают внимания, ну, должным образом, как бы на свое здоровье. Думая о том, что, ну, сегодня идет дождь, поэтому я, не знаю, перед этим я себя плохо чувствую. Да, после, как бы, это все метеозависимость. Как здесь не упустить то же самое ВСД? Когда вовремя понять, что это, на самом деле, твой организм тебе сигнализирует о том, что нужно... Нельзя забывать об этом. Нельзя забывать о том, что за собой нужно следить в первую очередь. Если даже какие-то малейшие признаки, как вы говорите, метеочувствительности у человека есть, лучше обратиться к специалисту. Поскольку это может в дальнейшем проявиться нестабильностью артериального давления, тихикардии, или же, наоборот, брадикардии. Никто не знает, к чему приведет вот этот диагноз или это состояние, видите, сосудистой дистонии. Вы, кстати, верите в метеочувствительность? Потому что, опять-таки, есть люди, которые говорят, что такого понятия просто не существует. Я вижу таких пациентов, которые могут прийти на прием в плохую погоду, и они будут очень вялыми. А могут прийти повторно, и будет хорошая погода. Даже с небольшим курсом лечения, в 5-7 дней, можно увидеть разницу в пациенте при метеочувствительности. То есть, получается, что все-таки погода на нас тоже влияет? Есть такие люди. Не все. Почему? Опять-таки, по статистике, ну и судя из вашего опыта, статистика говорит о том, что люди, горожане, чаще всего страдают вегетососудистой дисфункцией, чем люди, которые живут на селе. С чем это связано? Опять-таки, это какая-то информационная перегрузка, не знаю, там, едешь на работу, читаешь, там, билборды, плакаты, и какая-то информация, плюс на работе. Ну, то есть, вот этот информационный шум, информационная грязь, она просто в городе повсюду. Ну, не знаю, я, по крайней мере, так думаю. А что скажете вы, как специалист? Безусловно, людям необходима какая-то умственная и физическая разгрузка. То есть, человек, который может проживать в небольшом населенном пункте, он все-таки, возможно, будет видеть там больше, все-таки, там, не знаю, какой-то природы, нежели человек, проживающий в городе. У нас есть звонок в студию. Да, добрый день. Мы вас слушаем, можете задавать вопрос. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я проживаю в городе Минеральные Воды. Была на приеме у врача, и вот врач поставил мне такой диагноз, как вегетососудистая дистония. Но при этом не назначил никаких лекарств. Сказал только побольше гулять, дышать свежим воздухом, соблюдать режим сна, и ничего такого из препаратов не назначил. Скажите, это поможет ли мне при таком диагнозе? Спасибо большое за вопрос. Вот опять-таки. Необходимо учитывать состояние пациента, которого видит доктор. Если возможно, не медикаментозное лечение, безусловно. Физио, вот девушка живет на Минеральных Водах. Прекрасное место. Поэтому вполне возможно, она обойдется только физиолечением, прогулкой, дыхательной гимнастикой. То есть это все может вполне диагноз нивелировать, он не вернется, или это будет длительное состояние ремиссии? Доктор не только лечит, допустим, лекарственными препаратами, но и доктор в своих назначениях, он все-таки художник. Он должен видеть и понимать, иметь какой-то опыт лечения данного заболевания. Ну вот, что касается хронического стресса, если говорить о нем, то может ли он вызвать впоследствии вегетососудистую дисфункцию? Должны быть какие-то соматические, все-таки, наверное, расстройства в дальнейшем при стрессе. Будь это кардиологически самая распространенная, скажем так. В дальнейшем пациенты переходят на прием гипотензивной терапии. Ну, переходим к такому блоку, конечно, про лечение. Что говорить, ну, если говорить про препараты лечения вегетососудистой дисфункции, и про как раз-таки то, о чем говорила наша зрительница, прогулки, физическая нагрузка, отдых, массаж, расслабление и так далее. Ну, то есть, к какому комплексу здесь нужно прибегать? Лечением должны заниматься специалисты, в первую очередь. Как я уже вам сказал, если есть не медикаментозные способы лечения заболевания, их нужно применять. Будь это физиолечение, будь это лечебная физкультура, будет это массаж, будет это рефлексотерапия, дыхательная гимнастика, курортное лечение, бальнеотерапия. Безусловно, мы должны провести профилактику всех этих симптомов. Если ВСД, ну, скажем так, усложненный вариант, да, ну, там, не знаю, нейроциркуляторный, да. Скажем так, есть несколько видов лечения, медикаментозное и немедикаментозное. Да, если мы говорим про медикаментозное. Если мы говорим о медикаментозном лечении, как правило, мы применяем транквилизаторы и антидепрессанты. Антидепрессанты тоже бывают в разной степени по выраженности действия. Это уже решает непосредственно врач. Если врача хватает опыта, он сразу может подобрать тот вид антидепрессантов, который пациенту будет нужен. Либо же подбирать постепенно, меняя препараты, меняя его дозы и смотреть в динамике состояния пациента. И вот тут опять-таки вопрос, как антидепрессант действует на организм при ВСД? Ну, потому что при депрессии мы понимаем антидепрессант. Вы понимаете это из названия? Нет, из того, как он действует. Из того, как он действует. Скажем, да. А как антидепрессант действует, если у тебя ВСД? Поэтому есть такой ряд средств, которые называются анксиолитики, либо транквилизаторы. Пока антидепрессант будет накапливаться у человека в организме, будет действовать транквилизатор. И уже тогда пациент почувствует, что у него уйдёт стресс, уйдёт тревога, раздражительность. У кого-то, может быть, сон нарушится. Но не следует этого делать более чем полтора месяца. В смысле принимать препараты? Да. А когда можно и нужно ли, допустим, сразу подключать психотерапию? Возможно. Я очень часто пациентам рекомендую, чтобы они обратились к психотерапевту или к психиатру. Это немаловажно. А помощь психолога, что скажете по этому поводу? Ну, просто поддержка человека, который находится в лечении, в терапии. Возможно, и такое. Почему нет? Ну, всё-таки психотерапевт лучше? Ну, по моему мнению, да. Ну, что говорить по поводу профилактики этого заболевания? Существуют ли какие-то медицинские лайфхаки, которые себя, в общем-то, показали, свой многолетний опыт? Свой многолетний опыт. Ну, скажем так. Нужно заниматься спортом. Нужно чаще выходить на свежий воздух. Отказаться от вредных привычек, курения, алкоголя. Даже употребление напитков, содержащих кофеин. Это раздражает центральную нервную систему? Безусловно. Нервную систему это раздражает. Если говорить про физнагрузки, лучше в закрытом помещении или на свежем воздухе? Опять, тоже мнения разные. Моё мнение такое. Каждый человек индивидуален. И он должен выбирать то, что лучше для него. Врач может порекомендовать. Это самое главное. А выбирать должен пациент. Ну, в любом случае, при борьбе с ВСД все средства хороши, если они грамотно расписаны специалистам, и ты, собственно, их применяешь. Не занимаешься сам лечением. Безусловно. Есть пациенты, которые, их небольшая категория, которые пытаются найти какую-то суть. То есть, вот, они при этом не хотят ничего делать, но хотят, чтобы они были здоровы. Ну, волшебной таблетки же не существует. К сожалению. Ну, и как бы, если у тебя ВСД запущенное, то просто прогулки на свежем воздухе и, не знаю, занятия теннисом, опять-таки, состояние не поправят. Я правильно понимаю? Не поправят. Мы уже с вами говорили об этом раньше, о том, что каждый индивидуальный. Ну, о том, что нужна помощь. И главное, не забывать про свое здоровье. Спасибо большое. Приходите к нам еще в студию, рассказывайте и просвещайте нас, безусловно. Спасибо большое. Спасибо. Эфир программы «За здоровье» подошел к концу. Не переключайтесь. И главное, не забывайте о том, что у нас есть телеграм-канал. Он так и называется «За здоровье». Подписывайтесь, пожалуйста, следите за медицинскими новостями нашего региона и вообще, в принципе, за медицинскими новостями мирового сообщества. И там же вы можете задать вопрос нашим уважаемым экспертам. И мы в прямом эфире постараемся на ваши вопросы ответить. С вами была ведущая Марина Мацарская. Оставайтесь на своем ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова